Вся жизнь Фрименов построена вокруг воды и пряности. Но если пряность, величайшая ценность во вселенной здесь находится повсюду, то воду приходится собирать буквально по каплям. Людям, воспринимающим обилие воды как само собой разумеющиеся, тяжело понять, какую ценность имеет она на Арракисе. Многочисленные мистические ритуалы, которыми в жизни Фрименов было окружено почти все, что так или иначе связано с водой, становятся куда понятнее, если принять во внимание окружающую среду. Вода рассматривалась Фрименами как носитель жизни. На Арракисе она была главной ценностью – тем, что нужно сохранять и за что нужно бороться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова первое знакомство каждого фримена с обычаями связанными с водой происходило практически сразу после его рождения именно тогда проводился один из самых древних ритуалов фримена сохраненные и очищенные околоплодные воды подавались младенцу его крестной матерью это происходило еще до того как ребенка передавали матери для кормления после прохождения ритуала ребенок был связан с родителями а значит и с остальным племенем узами воды что имело огромное значение для фрименов плоть человека принадлежала ему самому но его вода принадлежала племени последний ритуал связанный с водой фримен проходил уже после смерти одной из уникальных разработок фрименов в очередной раз подчеркивающий важность воды на арракисе стало создание устройства для дистилляции воды из трупа после извлечения воды останки хранились земле это символизировало дар шаиху луду вода помещалась в общее хранилище в котором племя держала всю свою воду такие хранилища были в каждом свечи в первой части лекции упоминалось о явлении названном таусе че в энциклопедии дюны говорится о том что фримены объясняли возникновение тау связью всех фрименов сетча через воду связью укреплявшийся на протяжении многих поколений поэтому пить воду с етча означало участвовать в тау для максимального сокращения расхода воды были созданы специальные комбинезоны десятикомбы в других вариантах перевода называемые стил с ютами и влага джаре десятикомбы позволяли удерживать перерабатывать и снова использовать влагу тела незащищенный человек может продержаться в пустыне не более суток но десятикомб фрименского производства при должном использовании мог сократить потерю воды до 15 миллиграмм в сутки что делало его применение жизненно необходимым при долгом нахождении в пустыне десятикомбы производимые в городах были скверной имитацией фриманских и не обеспечивали такой уровень защиты если костюм был правильно надет главный расход воды шел через ладони если не требовалось выполнять руками тонкую работу можно было надеть перчатки костюма но большинство фрименов в открытой пустыне предпочитали натирать руки соком листьев криозотового кустарника который подавлял потение десятикомбы были изобретены дзен сунитами после того как они привыли на аратис этому способствовали умения и знания полученные ими во время долгих странствий по другим мирам они все носят эти их длинные хламиды и все невыносимо воняют особенно если находятся в закрытом помещении это из-за десятикомбов которые они носят не снимая внутренний слой десятикомба пористый он обеспечивал свободный проход пота выдыхаемой влаги и других телесных выделений следующие два слоя содержали волоконные теплообменники и осадители солей моча и экскременты обрабатывались в буртиках на бедрах ткань была пронизана сложной системой тонких трубок снабженных клапанами в различных точках производство десятикомбов приносило ощутимый доход некоторым свет чем в экранизациях романа мы увидели различный дизайн десятикомбов при этом ни один из показанных вариантов не соответствует описанной гербертом конструкции на сто процентов сериальный вариант десятикомба выглядит более практичным так как он закрывает голову да и цвет его более подходящий для нахождения в пустыне с другой стороны в фильме линча на десятикомбах имеются емкости в которых фильтруется вода и перерабатываются от хода жизнедеятельности таким образом лучшим вариантом стал бы гибрид этих комбинезонов с отражающим солнечные лучи цветом ткани закрывающий голову и имеющий емкости для воды на опубликованных фотографиях со съемок фильма дэни вильнёва присутствует новый вариант десятикомба однако думаю что вывода о нем стоит делать уже после того как мы увидим его использование в фильме сборщики росы были первыми в съедче кто надевал десятикомбы встречая новый день они собирали влагу с растений растущих вблизи съедча собранная роса передавалась соедине для благословения и затем воду переносили в общее хранилище после этого глава каждой семьи приходил к хранилищу чтобы забрать причитавшуюся ежедневную часть общих запасов семья из десяти человек обычно получала не более литра воды в день что было вполне достаточно для восполнения личных запасов при условии правильного использования десятикомбов эквивалентом воды у фриманов были водяные кольца их номинал варьировался от 1 32 части драхмы до 50 литров что говорит о высокой точности фриманских водоизмерительных приборов а также о важности каждой капли воды вода извлеченная из тел умерших фриманов или из тел незнакомцев которые рассматривались как дар воды от шаиху луда считалась общей также как и вода из тел врагов убитых в групповом бою но фриман мог вызвать другого фримана на смертельный поединок в этом случае победителю вручались водяные кольца в соответствии с объемом воды полученным из тела убитого это считалось компенсацией за воду потерянную во время боя поединке проводились без десятикомбов но кроме этого на победителя ложилась ответственность за семью побежденного в течение следующего года он отвечал за его детей и вдову которую победитель мог взять как жену или как служанку во втором случае по прошествии года все обязательства снимались и женщина была вольна сама решать что ей делать дальше в энциклопедии дюны описаны также другие традиции связанные с водяными кольцами во время помолвки жених дарил их невесте чаще всего девушки вплетали их волосы мужчина которому еще не пришлось одолеть соперника в смертельном поединке не мог жениться считалось что трусы и слабаки не должны были иметь потомство которое обременяла бы потом остальное племя а детей рожденных вне брака оставляли в пустыне принося в жертву шаиху луду фримены верили что вода принесенных в жертву умиротворяла их бога и не была потрачена впустую правило также регулировали полигамные отношения разрешенные мужчинам если мужчина хотел взять вторую жену он должен был ждать пока не накопит необходимое количество водяных колец при этом любой кого подозревали в том что он бросает вызов соплеменнику исключительно с целью получить водяные кольца становился посмешищем для всего племени вода могла связать людей из разных племен если вода мертвецов двух племен смешивалась то создавалась неразрывная связь два племени объединялись ценность воды нашла свое отражение во многих обычаях непонятных для чужаков своей водой клялись верности а плевок например означал выражение высокого почтения мы благодарим вас за дар воды вашего тела стил гар оплакивать умерших отдавать воду мертвым фримены воспринимали чьи-то слезы с нужным но и с уважением разделяя боль испытываемую соплеменником образование фрименов состояло не формальном обучении в конкретных предметных областях а в общей подготовке к жизни ребенка обучали все члены племени с самого раннего возраста ведь от соблюдения каждом водной дисциплины и умение выживать в пустыне зависела безопасность всего племени одним из действенных методов такого обучения была игра в загадки заставляющая ребенка рассуждать а не просто запоминать информацию молодежь обучалась изготовлению и обслуживанию 10 комбов ветровых ловушек оружие и различных предметов быта ремонту захваченных машин сбору урожая охоте владению крест ножом и езде на песчаном черве этому занятию связанному с серьезным риском для жизни уделялось особое внимание по традиции юноша которому исполнилось 12 лет должен был призвать червя чтобы впервые управлять им до этого он мог быть только пассажиром возможность использовать огромных монстров в качестве транспортного средства была открыта фрименами совершенно случайно когда рядом с группой фрименов внезапно появился червь одному из них удалось ухватиться за край сегмента из которых состоит тело монстра после чего червь унес его в пустыню многие из тех кто пытался повторить это погибли но в течение следующего поколения фримены научились управлять червями для приманки песчаного червя использовался монок устройство распространяющие низкочастотные звуковые волны с определенным ритмом это привлекало внимание червя когда появлялся червь фримены взбирались на него с помощью специальных крючев пока крюк оттягивает назад передний край одного из кольцевых сегментов открывая более нежную плоть колючему песку животное не уйдет под поверхность и более того извернется так чтобы открытый участок оказался как можно дальше от песчаной поверхности таким образом наездник попадал на спину червя и находился на самой высокой его точке перенося крючи вдоль сегмента наездник управлял направлением движения животного захваченного червя можно было эксплуатировать пока его силы не иссякнут и он не встанет посреди пустыни после чего нужно было приманивать следующего в серии книг брайана герберта и кевина андерсона история о первом наезднике заимствованные авторами из энциклопедии дюны была значительно расширена и детализирована в трилогии о батлерианском джихаде рассказывается о фримене по имени селим ставшим первым человеком укротившим песчаного червя фрименом удавалось сохранять в секрете это умение до момента прибытия на арракис от трейдерсов культура фрименов оставалась неизменной на протяжении тысячелетий до тех пор пока на арракис не прибыл имперский планетолог пардот кайнс отец льета одного из важных персонажей романа дюна по версии энциклопедии дюны пардот кайнс был выпускником имперского университета на кайтэйни где он изучал планетарную экологию император элрут девятый предоставил ему должность планетарного эколога арракиса в качестве награды за работу на планете иказ где благодаря идеям кайнса удалось остановить заражение туманных лесов брайан герберт и кевин андерсон сделали кайнса одним из персонажей трилогии рассказывающий о событиях предшествующих описанному фрэнком гербертом в романе дюна по их версии пардот кайнс вырос на планете салуса секундус изучением которой он занимался долгое время она кайтэйн кайнс впервые прибыл чтобы получить назначение на арракис лично от императора кайнс стал идеологом изменений климата арракиса и создание более благоприятных условий для жизни он расширил культуру фриманов подарил им мечту о том что когда-нибудь арракис станет зеленой богатой водой планеты после прихода кайнса устремление и образование фриманов начали изменяться на арракисе первой нашей целью будет создание травяного покрова на больших территориях мы начнем эту работу используя мутированные засухоустойчивые травы связав влагу в дерне мы перейдем к посадке лесов на холмах а затем дело дойдет до создания открытых водоемов до встречи с имперским планетологом фримены употребляли в пищу только те фрукты овощи и орехи которые могли купить у жителей деревень расположенных недалеко от их съедшей небольшое количество овощей и фруктов выращивалась специальных садах или высокогорных зонах для этого использовались влагосборники каждое растение высаживалась в лунку заполненную гладкими прозрачными кусточками хромопласта яйцевидной формы белеющими на свету когда солнце садилось влагосборники вновь становились прозрачными и очень быстро остывали на поверхности конденсировалась влага из воздуха она стекала на дно лунки и поддерживала жизнь растения сажали кофе несколько сортов овощей приспособленных для полей солусы секундус и табарут сладкие клубни привезенные скалодана даже небольшой урожай воспринимался фрименами как огромный успех долгое время многие племена не рисковали создавать подобные сады чтобы не выдавать место своего обитания харконином но успехи некоторых съедшей стали примером для других и в итоге каждый съедж смог обеспечить себя минимально необходимым количеством еды уход за садами обычно поручали детям с трех лет их учили правильно устанавливать влагосборники и любое пренебрежение при этом сурово наказывалось также фримены охотились на диких зверей в книгах упоминаются мелкие грызуны пустынные зайцы и различные птицы число и объем ранее упомянутых водохранилищ в съедчах значительно выросли благодаря имперскому планетологу который начал масштабную работу по реализации своего плана в том числе поставила фрименом оборудование для сооружения подземных водохранилищ и скрытых ветряных ловушек культура фрименов начала исчезать из-за изменения климата и нарушения их изолированности когда план кайнца был воплощен полом муаддибом баланс между философией и реальностью был нарушен а закончила гибель культуры фрименов их превращение в армию атрейдосов о борьбе фрименов под предводительством пола атрейдоса против харконенов будет рассказано в третьей части лекции вы узнаете о священном оружии фрименов сделанном из зубов песчаного червя афидайкинах и джихаде муаддиба вторая часть на этом окончена в завершении лекции я хотел бы познакомить вас с интереснейшим проектом от команды создающий научно-фантастический зин по вселенной дюны это арт-бук для тех кто никогда не сталкивался со вселенной дюны и тех в чьем сердце навечно осталось ее горячее дыхание это большое собрание самых разных образов и сюжетов через которые красной нитью тянется мотив знойной пустынной планеты для того чтобы насладиться величием дюны воспетом прекрасными художниками в своих работах достаточно перейти по ссылке в описании друзья поддержать канал можно сделав перевод на карту сбербанка яндекс деньги paypal а также став моим патроном на патреон или спонсором канала подробности можно узнать перейдя по ссылкам в описании или нажав кнопку спонсировать под роликом спасибо спасибо